Здравствуйте! А-а-а! Это аванс, да? Это жилье! А еще! Погромте! А-а-а! Да, значит, у меня сразу первый вопрос, в качестве такого вступления. А, поднимите, Павел Скорой, те из вас, кто в своей работе использовал когда-нибудь не только персонажей сценарии, или customer journey, или вот такого глава. Понятно. Спасибо. Я тоже использовал очень любую методику. Ну, если интересно, почитайте. Она используется, в частности, для аудита и для проектирования сайтов, систем, интерфейсов и всего чего угодно. Вот я ее использую по делу и без дела, на самом деле. И вот весной я подумал, что почему бы нам не использовать для предоставления наших продуктов, а именно какие-то модули возможностей. То есть, вот, этот модуль. И здесь, вот, условно реальная ситуация, когда человек, работающий с сайтом, системой управления, он решает какую-то свою задачу. Не так, что, вот, там, вечерело, он, там, сидел и думал, как, ну, он вносит конверсию. Ну, какой-то там, более, такой, естественный процесс. И эта идея превросла в литературный проект, такой, на сайте КОСА. Кто знает сайте КОСА? О, много кто знает, да? Вот, литературный проект, «Кошкин дом», это, можно сказать, значит, была серия рассказов, я и писал, про, там, вот, вот, будний интернет-магазин. Там, значит, есть, центральная сюжетная линия складная, это взаимоотношения владельца магазина, не девушки, не менеджеры, а, не гребские. И, в каждом из, в каждой серии, вот, была, какая-то проблема, или задача, которую, вот, решали, они, при помощи, функции, системы управления сайта. Ну, естественно, было это, но, в редакции, после, не хотелось, чтобы ему говорили, поэтому, не называли эту систему. Ну, и, вот, она закончилась, этот эксперимент закончился, на прошлой неделе, мне уже даже, грустно немножко стало, я жил со своими персонажами. И, почему я это все это рассказываю вам? В процессе работы, в процессе написания всех этих задач, у меня возникло понимание, ощущение того, что, когда я пишу, когда я описываю эти функции, текст-домодули, в таком режиме, вот, показываю их, как они работают, пусть даже в вымышленной ситуации, это, помогает мне самому понимать их лучшие ценности, вносить их, но даже, не только почитатель, даже сотрудник. Наша сотрудница, новая, сказала, что теперь она поняла, что такое, модульмошитизация. для примера, модульмошитизация, это позволяет, в чемmare, на страничке, как они будут выглядеть, как они будут выглядеть. Ну, непонятное описание, да? А если я скажу, что модульмошитизации, потому что мультисуализация позволяет при переводе сайта в другое CMS на ARTED позволяет сохранить органы. И что делать? Уже надо понять. Ну, там в зеркальной инфоблоке трансляция контента с одного сайта на другой, с одного раздела на другой. Но, например, в моем примере зеркальные инфоблоки использовались там Андреем, владельцем сайта, чтобы создавать сайты дополнительные альтернативные витрины в гипермаркет, магазин техники, магазин посуды и так далее. И гибридный магазин — это, в принципе, на первый взгляд, то же самое. Потому что формально гибридный магазин — это некая функция. Это функция создания лейнерга из карточки товара. Но в реальности если надо посмотреть именно с позиции использования, контекста, задач, модели магазина, способ продвижения, там, люди, которые с этим работают, это функция превращается в такой, там, полноценную выпадку бизнеса в тревог. Я сейчас попробую вам продать эту модель сайта. Следующий с вами, пожалуйста. Вот есть два типа доставления. Один раз самый популярный тип доставления товара — это карточка магазина, внутри самого магазина, и лендинг. Вот вопрос вам такой. Какие типы товара, каким типом товара применима модель лендинга? Типа имеют в виду там кресла, самолёт, телефон, а каким не применим? Каким нельзя показывать? Типа, которые сложны в описании к телефону. Которые сложны в описании к телефону. Или можно сделать? И его отрицательство. Ну, потому что в календинге нужна минимум информация, для чего они пишут. Вот. Чтобы это работало. А если так нужно, с сложными товарами, или без труда, то есть на лендинге для сложных товаров и услуг может быть полноценный сайт, по-моему. Нет. Вы считаете, что для сложных товаров нет? Не нужен вообще. Не нужен. Хорошо. Да. Я думаю, что для каких-то, при этом очень простых товаров тоже не нужен. То есть какая-то отвертка, например, на фон, не знаю там. А для... Пакет молока. Нужен пакет молока, например, да? Ну, то есть такие вещи, которые очевидны и понятны любому человеку, потому что он, как бы, понимает, что вот этот пакет молока, на котором, кстати, это знакомит. Я тоже. Да. Ну, лендинг, скорее, для каких-то про-макси новых продуктов, которые в то же время не очень сложные. Тогда, наверное, он идеально подходит. Хорошо. Скорость менять решения. Что? Скорость менять решения? решения товары, которые покупаются быстро, можно помотивировать на лейтинге. Пожалуйста. Можно, я даже не понял, в чем спор, какой вопрос. То, что я один и тот же товар успешно продавал и на лейтинге, и в этом магазине просто сайты были разные. Здесь у вас более варенький, здесь у вас более холодный и... Плюс мы по основному вопросу считаем. Да, пожалуйста. Ну, я считаю, что для лейтинга используются для товаров, у которых есть уникальное торговое предложение. То есть в карточке товаров, когда есть какой-то ассортимент, это типный товар, надо выбрать. А если есть какое-то уникальное, вот как там говорите, там, ГЛСЕ7 плюс пленка, чехол там и все. Все, это уже уникальное такое предложение, которое ты отличаешься от остальных лейтингов. Под это нужен лейтинг. Я понял. Ну, спасибо. Давайте. Мне действительно очень много, я вот свое мнение выскажу. Вот меня правильно поправили, не поправили, а поймали, да? Вопрос не до этого старого. Действительно, потому что товары... Ну, я считаю, что нет таких товаров, которые... Типов товаров, да? Которые можно обязательно показывать либо так, либо нельзя это показывать. Ленин, я видел на самом деле этот шевел этот пакет в Молоку, да? Я видел в Молоку, посвященную пакету в Молоку, да? Там было про счастливых коров, которые там вроде бы на выставе логика. Там были про истологию, там были про анализы Молоку, то есть полноценные там, прямо лонгри и внизу еще там что-то типа полкует, что там из сетей для его можно купить. Не вопрос. Как я считаю, при принятии решения о том, показывать ли Ленин, это какой-то там рождающий вопрос. Самый главный вопрос... Это я вам не пущу, просто хотел пример самоследовать, уже такие примеры вынесли. Самый главный вопрос, который стоит задать себе. Мы можем и хотим ему что-то рассказать о продукте интересное. Например, вот много уже три числа, да? Следующий вопрос. Например, сложный продукт, я не согласен с тем, что сложный продукт, но если сложный продукт это станок, например, в этом времени, то да, вы установите профессиональное оборудование на данном уровне, как и странно, в этом случае спецификации. Далее, пусть там будет длинная, но принятие решения так. Если это программа продукта, если это какой-то, даже автомобиль, да, как и сложный продукт, но лендинг вполне можно использовать. Если это новый тип продукта, вот этот шлемер актуальной реальности, есть моноколесо, также там телефон с... Существительный телефон, да? Не очень новый, но для массового телевизора новый. На новой такой пример еще один, да, применимый. Дальше. У ТП, все правильно. Вот, допустим, у Microsoft есть телефон, по-моему, в ХАТУ, который работает на Windows 10. Не на Windows Phone, а именно на Windows 10. Его вот станция вставляет, чтобы готово монитор подключаешь, и вот, соответственно, работаете как с обычным настольным компьютером. Понятное дело, что подавать этот телефон можно не по... в том случае, если важна эмоциональная составляющая. При выборе, при принятии решения, там, я хочу это, да, я фанат, это лакшизм и так далее. Ну, вот несколько примеров мотивации присоединения дейминга. Дальше. И я сейчас начну составлять что-то типа чек-листайки в видеомагазина. Значит, у нас есть магазин, в котором некоторые товары одному из тех условий, которые я сейчас записал. в видеомагазина. И мы считаем, что идицы с обратно представляют в видеомагазинах. То есть, он может представлять некоторые товары в видеомагазинах. Дальше. Я не буду вам брать, что бы я придумал. Понятно дело, что это не так. Вот, например, да, Amazon, AliExpress, Microsoft, они некоторые свои товары представляют именно карту. То есть, вверху карточка, ниже идет вот ломбрит. по общей ширине, ну, там, высоту. А Amazon очень безумные, безумные, я не знаю, как я считаю, это там, на десятки. Вверху карточка характерна для любого товара в этом магазине. Ну, чтобы, сейчас ходя по магазинам, у него такая способность, у нас такая такая. Ну, Apple, например, он тоже делает левинами в своей товаре, там, MacBook, он дальше. Вот. Ну, у него такой задачи нет. У него сегодня пара-пара, так сказать, моделей. Поэтому он особо-то не заморачивается. И, может быть, было бы на этом, конечно, остановиться. Но, есть маленькая модель. Давайте дальше. Вот, допустим, у нас есть магазин, я очень люблю тип товаров, как мультивар, в самом деле использую, но он достаточно график. У нас есть магазин, так как модель техники. Вот у нас есть мультивар, мы ее хотим продать. У нас либо она залежалась, задавали мне какое-то, либо у нас какие-то KPI от производителя, либо там что-то еще одно, хотим ее продать. Мы ей делаем красивую страничку, там, неважно, найминь, найминь, найминь. И сдаем несколько видов рекламы. Дальше, пожалуйста. Вот просто три вида, да? Два контекстных объявления, там, среднечистотненький, такой-то хвост, низкочистотненький. Какую мультиварку выбрать и название модели. И еще одну, покупаем, как банк на сайте молодых банков. Наверное, вы поняли, да, чему я веду? Заброс, на какую мультиварку выбрать дальше. Человек, если вот так подумать, да, он не знает о чем-то эту модель, ему нужно продать эту модель. Он выбирает, ему нужно показать ее во все ее краще. Может быть даже где-то сравнить с кем-то популярным. А человек, который, дальше, человек, который приходит по запросу с названием модели, скорее всего, он ее знает, нам нужно убедить его в том, что купить нужно именно у нас. То есть, делать упор на какие-то наши преимущества в нашем магазине. Это я еще не говорю про эти вопросы. Лучшее мотиварку, хорошее мотиварку. Да, вы понимаете, да, разница не лучшая и хорошая. Мотивация человека, который будет лучшее. Он готов платить деньги, он хочет сам лучшее. Хорошее – это что-то больше процентов качества. То есть, это все равно разный посыл. Дальше. В том, что касается баннера на сайте молодых вам, то, если мы, например, напишем, освободим время от готовки, но нужно, соответственно, человек, который приведет на нашу страницу. Ну, как ответил на вопрос, как она сократит это время, выдержит стилистику, там, условно, есть. Ну, может быть, да. То есть, по сути дела, у нас каждый товар, такой товар, нам нужно продавать в различные способы. Если мы действительно заморачиваемся с тем, что вот нашему клиенту мы хотим, конечно, делать максимально качество. Вот. Поэтому в четверти степы является еще и пункт о том, что пункт товара, естественно, не у всех, да, пункт топового товара. Он будет разным хорошее представление. То есть, разный тип представления. И вот в этот момент, давайте вот немножко философский вопрос, да, вот что такое гибрид. В гибриде нам говорит, что это скрещение за кто, для получения нового сорта, наследованного полезного свойства родителей. Вот у этого зверя, там, есть полезные свойства, он умеет летать и красиво, но он коричево за ушками выключится. Вот. А гибридный магазин должен наследовать полезные свойства родителей и дальше. А тлентинг, он должен получить возможность выстраивания индивидуальной продажной истории. То есть, вот под модель, под аудиторию мы выстраиваемся. А вот в традиционном магазине, соответственно, наобразие представления, навигация, различные способы навигации. и сценарии, там, до продажи. С этим товаром покупают, там. Вот. Дальше. И если посмотреть на страницу магазина, то, еще дальше, то мы видим, да, что у нас на магазине очень важна адрегация. Одно из ключевых требований к хорошему магазину – различные адрегации. По категориям, по производителям. Фильм, связанные товары, какие-то блоки там и так далее. Сквозные вот эти вот ссылочки, нажимаешь, там проваливаешься у нас все товары, которые соответствуют характеристикам. Вот. А лайнер строится по-другому. Лайнер нам нужно, чтобы человек пришел, все прочитал, нажал в окно. Шаг прав, шаг прав, шаг прав, расстрел. Да? То есть, это еще одна причина, почему вот это компромиссное решение, которое показывало Амазон, там, Алиэкспресс, так далее. Почему оно, ну, хромает? Он может и не доставит. Давайте дальше. Вот. И в этот момент, если мы понимаем, да, что у нас есть вот такая, такие задачи, разные кроме представления одного товара, выделения, какие-то карточки, у нас появляются некие требования ценностей. Дальше. Во-первых, CMS должна понимать, что у одного товара может быть несколько страниц. Если она этого не понимает, если она считает, что у товара есть одна страница, значит, у нас будут проблемы с пиратами, да? Это не очень нравится. С 1С. У нас будут проблемы с учетом складских остатков, с учетом статистики про такие строения, да? Поэтому CMS должна четко понимать, что ладно, еще одна страница, иначе еще один парень. Следующая проблема. Вот в своем случае заявки обычно падают, там, либо в ЦРМку, ну, какую-то там мини-ЦРМку, список заявок и так далее. Заказы с интернет-магазина падают, наоборот, в интерфейс оператора, который по-другому, там, знаете, выхождение заказа, изменение заказа, уточнее, там, так далее. Если у нас заказы с лейминга будут падать в обычную ЦРМку, то это будет плохо, и это создается, опять-таки, путем для наших операций. Поэтому дальше. Еще одно требование – это то, что заказы с товарного лейминга должны падать в то же самое, как есть, даже без капчика. Дальше. Следующее требование – это создание пресетов. По сути, это шаблон, но просто у нас, в принципе, слово «шаблон» занят в публике существует, но на паре иностранных словах, которые они очень любят. Единственное, по сути, пресет – это там шаблон, да. То есть, это вот возможность сделать вот такие вот у нас этажи. На этих этажах у нас, ну, следующие покажите. Условно говоря, один пресет для, не знаю, для велосипедов, мы экономим велосипеды. И у нас внизу, например, показывают, что у нас еще есть «Веломастерская», у нас еще есть запчасти «Велосипедов». Вот. И, соответственно, все велосипеды, все лейнинги велосипедов, как мы будем создавать в этом пресетах, они будут создавать вверху информацию о товаре, который автоматически подтягивается из каточки. Они сейчас этим не имеют. Ну, и так далее. То есть, сколько угодно пресетов можно создавать, это должно быть, можно создавать операторы. Дальше. Само собой, функция создания лейнинга из каточки. Я покажу, как у нас работает дальше. Вот, например, у нас есть карточка товара. В нее вверху вы видите вот полоска. Полоска – это, в том случае, это администратор. Мы нажимаем дальше на «Редактирование». Дальше мы видим, дальше, панельку. В этой панельке есть техеночка «Создать лейнинг». Дальше мы нажимаем. Выбираем здесь пресет. Дальше. Дальше происходит магия. И, наконец, с скачкой товара появляется вот такой лейнинг в соответствии с этим. Вот такая представка. Дальше. И самое последнее требование. Предпоследнее. Это аналитика. Если у нас есть разная форма представления товара – лейнинг, карточек. А то и соответственно одного товара, несколько лейнинг. Ну, предпоследнее сравнивать конверсии и поставить ворот в продажу. Что мы делаем? Мы на колл-дерешн, на начало заказа, на конец заказа, мы ставим цель. Ну, например, там, order. А дальше мы ставим через эту еще одну цель. На карточек order hard. На лейнинг – order. Есть у нас еще какая-то, там, еще несколько вариантов лейнинга. Ну, еще чуть-чуть. Примерно, мы видим воронки и по всему магазину, и отдельно карточка, один лейнинг. Видим, что из этого работа лейнинг. А и один лейнинг. Это даже расширенная форма от тестирования. Дальше. Последнее. Последнее требование. Так, с вами Галевский. Дальше. Самое последнее требование, естественно, это возможность изменения без разработчиков, чтобы наш клиент мог опектировать. Почему я считаю, что это для клиента дальше? Что это легко продать клиенту дальше? Во-первых, это не меняет модель. То есть у нас есть интернет-магазин, он и остается. Там ничего не меняется, ничего не выстраивается. Просто встраивается рядом с этим. Если что-то идет не так, мы ее просто не используем. и трудозатраты, и так далее. Во-вторых, продажная история, то есть в футболе, это штука, которая в системе ценностей клиента. Вот любого владельца магазина небольшого, там, среднего, поставить в зал, и он, как бы, он сам будет понимать, да, он сам понимает, как такой товар продавать такому человеку, да, в зависимости от того, как он выглядит, пришел один с семьей, там, и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим, что человек, пожалуйста, под дуисклей, там, клиент, да, устраивает эту аудиторию под товар, вот, поэтому, что это не понятно. Дальше. Это не просто фишка, да, вот, создал Ленин, вот такая интересная функция. Это полноценный бизнес-информер с обратной связью, с понятным процессом оценки эффективности. Дальше. И, наконец, это бесплатно. Если система управления сайта поддерживает такой сценарий панетизации, то ничего не нужно программировать, ничего не нужно делать на максимум, что нужно максимум, потому что на что тратятся ресурсы клиента и наши ресурсы. Это, действительно, сформировать, правильно подумать и сформировать, правильно последовать шагов, написать выдающие тетрадь. Дальше. Если я вас убедил или достал задуматься, то предлагайте, попробуйте эту модель. Посмотрим, что это получится. Спасибо вам. Дальше. Аплодисменты. Первый вопрос побежал сюда. Нет, давай, Дим, давай мы еще раз расскажем, что у нас произойдет сейчас. Сейчас мы вычеркиваем сертификаты. Друзья, на самом деле все очень круто. Получилось так, что вчера вместе со мной вы участвовали в конкурсе, когда мы с вами сфотографировались на общий зал и сделали репост кэштегов SEO.com и AdCut. И вот так получилось, что наша с вами секция оказалась самой удачной и самой успешной, и поэтому я, как человек, который первый это запостил, получил эту версию AdCut Extra. Я вам уже четко говорю. У нас же девушки, которые в офисе у нас оценивали, они выбирали, мы не знаем, кто это, поэтому мы когда-нибудь так интересно, мы встречали. Хорошо, ладно. Но все, друзья, давайте это будем разыгрывать среди вас, а мы уже говорили, что это все будет за самый интересный вопрос. Поэтому Дмитрий анализирует вопросы, отвечает на них, а в конце мы подведем итог и кому-то из вас подарим версию AdCut Extra. Как реализованный проект изменил продажу у клиента? Обычные карточки, одновременные проекты. Какие результаты вы поделитесь? Значит, мы тестировали на двух клиентов, когда мы, еще до запуска. Значит, у одного, значит, мы пускали, он добавил контекст, это был, значит, магазин спорттоваров, вот этот, который велосипед. И, значит, был, они подавали гель, гель для спортивного питания, значит, они давали контекст, одно и то же объявление по очереди. На Ленин, на карточку товара, причем Ленин самыми отличными средствами мы создали. Ну, по-моему, я точно не помню, между 35% росту на уровне. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я представитель большого, крупного интернет-магазина по запчастям, и ни на одном из криншотов я не увидел как раз интеграцию навигации на лейдинге. То есть все лейдинги обрезаны, человек пришел, как он с него там уйдет, будет использовать фильтры, которые есть на сайте для удобства. То есть не было показано как раз тактишка, которая, как вы сказали, нужна интеграция, навигация. Ее не было видно. Как она видела? Я признал, на лейдингах ее нет, и я считаю, что ее видно должно, потому что если мы приводим, если на шеф пришел в магазин, и хочет выбрать, сравнить и так далее, мы ему показываем обычный магазин. Но если человек приходит по тем запросам, ну, по тем каналам, когда мы хотим продать вот эту модель, и чтобы больше он не парился, да, не думал. Мы ему показываем лейдинг, и там как раз навигация, как он показывает. Вот так вот. Спасибо. Так, сейчас сюда, потом сюда, потом туда. У меня на самом деле не очень интересный вопрос, не уникальный, а больше технический. Вопрос такого плана, ну, я так понимаю, что это система CMS. У вас какие-то разработки, собственные шаблоны есть для общего сайфа дизайна? Можно как-то менять? Да, можно менять. Весь флот открытый, можно менять и расцветки, можно менять и вёжки. Ну, у вас есть, если они уходят. И следующий вопрос очень важный для меня. Есть ли возможность менять местами товары, карточки в каталке? Ну, как бы своеобразно такое прочитание в лейнде? Конечно, разумеется. Вот сейчас не во всех, которые я разумею. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Искандер, Жива, Финказань. Вот вопрос, связанный с тем, что на лейндинге нет навигации, ты в принципе должен быть согласен. У нас с SEO-конференцией всё-таки идёт вопрос к SEO. У нас страницы лейндингов попадут в индекс. Проиндексируются хорошо. Если там будет хороший текст, хороший поведенческий фактор, они вылезут в топ, вверх. Но вес этих страниц не будет передаваться на основной сайт. Потому что ни ссылок, ни кабельников, ничего нет. Это не повлияет. А это вы сами решаете. Если вы видите, что такое произошло, иди поставьте ссылки. Не проблема. То есть это никак не предусмотрен, не тестировали? Нет, мы не тестировали. Я не знаю, как мы это можем протестировать, потому что мы у нас самих... Нет, ну то есть у нас есть магазин, это наша программа включена. Но всё, что касается наиболее функциональности, дизайн и бизнес-словика и так далее, это всё абсолютно открыт, это всё можно менять. Если вы считаете, что, например, наш подход, он, ну, нужно скорректировать, а там ссылок нет, да, может поставить за дневматом, поставить ссылку, делать так же совсем. Ну, конечно, это самое спасибо. Сейчас, сзади был вопрос. Да, продолжение. Ещё пару вопросов. Сел, то есть делаем страничку лендинг, при этом параллельно есть карточки товара. Это отдельная страничка, только уникальная адрес. Она из поиска не видна. То есть человек приходит из поиска на сайт и видит обычную карточку товара, но не лендинг. Да, если он через сайт подходит, он видит обычную карточку. Как вы считаете, вы считаете, что и не нужно опасность. Ну, такой еще не может быть. А на ваше внимание. Альфия, я, Каза, у меня вопрос такой. Мобильная версия ставит шаблоны просто предусмотрена или нет? Сел, и генеративная. Так, и последний вопрос, завершающий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в чем будет отличие на лендинговой странице, просто карточки товара, если я по SEO и по директу веду сразу на карточку товара? Если у меня запрос в директ или SEO, идет сразу в карточку товара. А в чем будет отличие между лендинговой страницей и если я веду на карточку товара? То есть у меня будет какое-нибудь искральное отличие? У меня не дело, что я не знаю. Ну, вот я, отвечая на первый вопрос, я говорил, что пробовали, я только один пример привел, а еще был второй пример тоже запрос, но тут другие показатели, пробовали один и тот же запрос. Вот неделю мы его крутим на карточку, неделю на лендинге, как приростная версия, как есть. За счет чего? За счет, видимо, того, что больше будет, больше вентиляции. Ну, то есть, как бы спросить людей, почему они покупают чаще через лендинг? Ну, если я веду на один и тот же продукт. Ну, вопрос представления, да, то есть, вот, как вы составите модажную тексту, как вы поставите картинки, да, на карточке товара у вас все равно обратно, вот так правильно, да. Картинка, краткая характеристика, название, цена, вид, ниже табличка характеристики, отзывы, там и так далее, да. А здесь на основе есть возможность как-то эмоционально мотивировать молодую человеку. То есть, вы эмоционально состоялись? Наверное, отчасти, 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 в том числе. Цвета, там были какие-то примеры, видео, не помню, там был видео, мы не видели, но там были какие-то примеры, там, у него с формателем, там, что-то более, так далее. Я думаю, что мы найдем этот кулуар, где время выбирать. Сделайте простой выбор, кто станет обладателем ДНК «Экстра». Так, я уже сделал выбор, на мой взгляд, самый правильный вопрос глупого конверсера, про результаты. Итак, мы вас поздравляем, представьтесь, пожалуйста.